Ой, что это? Нам что, Борис, валили какашку? А слепи чью-нибудь какашку! Да уж, Юмичу, слепи ее какашку! Хм, и правда, похоже даже! Хватит так часто произносить слово какашка! А нам и нравится говорить какашка! Это все потому, что, Ань, ты не шаришь в гельваях! И ты и рука жопик! Миша, ты уже смотрела проверку безумных товаров для животных на нашем канале? Смотрела, Киса Алиса, мы ее все смотрели! А я нет! А длинное видео на Анином канале, обзор всех домов, заброшенной усадьбы из чужого дневника, где прейзер ее прогоняли! Киса Алиса, эти ролики вышли вчера, а мы вчера их и посмотрели! Так и знала, что все без меня посмотрите! Кетя София, когда вы успели посмотреть? Юмичу, отстань от меня! А почему мы с Кис Алисой не видели? Не знаю я, Юмичу, но может не только вы не видели, может Мэджики тоже не видели! Мэджики уже все-нибудь посмотрели! Одни мы с Кис Алисой как дураки! Вечно эти взрослые все без нас смотрят, а потом говорят, что дети на них обижаются! Вот вы, Мэджики, уже нибудь посмотрели ролики! Так Юмичу, Алиса, хватит уже капризничать! Вот именно, девочки, перестаньте, посмотрите еще! Вот вечно так! А кто еще не видел новые видео, ссылки будут внизу! Потом посмотрите! Да, вот там! Кстати, 2 июня Аня снова встречается с Мэджиками в Москве на фестивале Pet Shop Days, и кто-то из нас тоже поедет! А сегодня мы кое-чем займемся! Подписывайся и пиши комментарии, они магическим образом попадают в видео! А еще ставь лайк, если хочешь, каждый котик такой 2 и каждый песик такой, и скоро они выйдут на канале! Привет, ребята, а чем это вы тут занимаетесь? Аня, 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 мы хотим снять волшебные питомцы против антистрессов! Да ну, ребята, это уже было много раз, давайте снимем что-нибудь другое! Ну, Ань, ты же пищала! Кому? Нам! Когда? Вчера! Правда, что ли? Да, мы сказали, смотрели, сколько у нас антистрессов, давай их проверим! И сделаем какого-нибудь монстра! Видимо, я спала! Но мы уже все приготовили! И что вот это? Аня, это сквиш! Сквиш, ты что? Такой прикольный-прикольный! Ты просто ничего не знаешь! Я-то знаю, что такое сквиш! Нажимаешь, и он такой расправляется медленно! Такие прикольные ощущения! Но этого милого медведика я вам не дам уничтожить, ясно? Можем просто его помять! Ну так неинтересно, мы должны разрезать сквиш и посмотреть, что внутри! Но не этот же, он же практически новый! Ладно-ладно, тогда яблоко! Яблоко? Которое мы уже испортили! Тетя, сзади, покажи! Вот, яблочко-сквиш! Испортили? Дай-ка мне его сюда, Софи! Эх, вы прогрызли, бедная яблочко! Ладно, что уж теперь! Тетя, Софи, только не говори, что это была я! Ладно, не скажу, Алис! Что вы говорите? Не-не-не, ничего! Ну ты резать-то будешь! Ладно, раз уж вы его все равно испортили, давайте и правда посмотрим, что же внутри сквиша! Класс! Давай! Давай, я придержу, чтобы тебе удобнее было! Подождите! А вы видели, что кроме вашей прогрызанной дырки, на сквише есть такой ровный шов, а на самом шве прямоугольная дырочка! И внутри этой дырочки как будто что-то есть! Давайте резать прям по шву! Заодно посмотрим, что это за дырочка! Ох, как-то волнительно! Ладно! Погоди-ка, ты не аешь пока! Ну что опять, киса-лиса? Мы с Алисой хотели задать вопрос про двинутый мэджикам! Да, про вот этот вот хлебушек! Думаете, это хлебушек? Это какое-то странное существо! И тело отделяется от головы! Да-да-да, вот про них мы и хотели спросить! Какие милые монстрики! Там еще утка есть! У утки тоже голова отделяется! И еще один чувак в шапке! У него тоже голова отделяется, а шапка нет! Короче, девчонки хотели спросить, кто это такие! Пусть ребята напишут в комментариях! А еще достань орбиз! Вот она, ваша гигантская банка с орбизами! Поставь сюда! О, орбизики! Киса-лиса, а зачем, зачем она тебе? Как их много тут! Да, киса-лиса, они уже очень выросли! Смотрите, какие гиганты! Ух ты, круто! А давай что-нибудь с ними забудем? А я уже пора и думала! Потому и попросила их достать! Че придумывались? Антистресс! Молодчина! Хватит меня лизать! Ой, да ну тебя, подруга еще называется! Возьми воздушные шарики! Хорошо! Вечно у вас какие-то гениальные идеи! Кстати, видели, какой нам значок Magic Family из пластилина слепили? Да, очень прикольный! И главное, очень похож! Да, смотрится прямо как на нашем мерче на сайте MyPad2! Софи, что ты сейчас сказала? Ребята даже еще об этом не знают! Там уже и значки есть, и кружки, и брелки, и свитшоты, и худи, и футболки! Софи, да не говори ты пока! Как ты не говори? Мы уже ссылку в описании оставили, Ань, ты уж извини! Вы иногда просто быстрее меня! Может он съедобный? А ты знаешь, они очень похожи! А точно есть нельзя? Точно, Софи! Ладно, давайте уже поскорее сделаем этот антистресс по Алисиному рецепту! И наконец-то уже разрежем сквиш! Давай, пихай Орбиз в шарик! Напихивай побольше! Напихаю, сколько влезет! Так, сейчас надо их завязать там! Ух ты! Я же говорила! Прикольно! Нажимаешь, и шарики выпирают! Шарики Орбиз в воздушном шарике! Да, это была хорошая идея, Киса Алиса! Молодец, поздравляю! Классный получился, да? Крутая у меня идея! Крутая, крутая, да! Дай-ка мне его сюда! Да ты же его порвешь, Алис! Ну и что? Ну ты тогда испортишь свой антистресс! Ну и что, да! Очень хорошая идея, Алис! Очень классно получилось! Действительно антистресс! Может, теперь уже разрежем сквиш, а? Так, я режу! Что же там интересно внутри? Режу! А, ну давай уже, ну! Разрезаю пополам! Так! Вот и все! Мы разрезали наше яблочко пополам! И у нас получилось две половинки яблока! А вот эта самая дырочка, которая есть в сквише! Я думаю, она специально нужна для воздуха! Она такая ровная, как пропечатанная! Не просто дырка, а прям такая вот прямоугольненькая! Короче, у сквиша ничего нет внутри! Да, оказывается, внутри он очень даже такой вот равномерный! Идеально разрезается! Как поролон! Давайте попробуем разрезать его на четыре части! И у нас типа получится не два сквиша, не один, а целых четыре! Ну да, как яблоки режут на четыре половинки! Как будто теперь у нас четыре сквиша! Да, и каждый можно теперь тоже помять! Прикольно, а что, оказывается, сквиши такие? Нет, Софи, ты его не унесешь и не сгрызешь! Теперь у вас есть целых четыре антистресса вместо одного! Тут еще есть сквиш-пончик-брелок! Давай его тоже разрежем? Нет, я его резать не буду! Вы же вы не погрызли! Он совсем новый и очень красивый! Слушайте, какой он звук издает! Прикольно, жаль, что мы его не можем разрезать! Софи, ну как можно разрезать такую красоту? Он же не испорченный совсем! Он выглядит прямо как настоящий пончик! Ну тогда он постарает, мы его уничтожим! Киса Алиса, вам бы что-нибудь только уничтожить! Смотрите, кстати, какая у вас есть мини-терочка! Аня, попробуй на ней натереть сквиш! Вряд ли что-то получится! Это же поролон, как его можно натереть? А давайте пусть ребята предложат способы уничтожения разных антистрессов! Да, что еще можно нам с ними поделать? Хорошо, все, я теперь могу идти? Нет, Аня, у нас тут еще кое-какие антистрессы есть! И мы хотим проверить их! Ладно, что там еще такое у вас? Ой, что это? Шоколад? Больше похоже на какашку! Эээ, кажется, это жвачка для рук! Шоколадного цвета! Нам что, порисовали какашку? Я вот тоже шоколадного цвета, это не значит, что я какашка! Эээ, вы уверены, что это какашка? Аня, аккуратней! Ну что вы, ну, это не какашка! Если бы это была какашка, она бы так не лепилась, и она бы пахла невкусно! А эта штучка пахнет очень вкусно! Лепится как пластилин! Ну и да, можно сказать, что это антистресс в виде какашки! Ань, слушай! Что, Юмичу? А слепи что-нибудь какашку! Юмичу, ну у тебя и фантазия! Только не надо лепить мою какашку, пожалуйста! Да уж, Юмичу, и нашей Сейвеном какашки лепить не надо! Раз Юми так хочет, слепи ее какашку! Эээ, ладно, вот, Юмичу, это твоя какашка! Хм, и правда, похожа даже! Да, но пахнет не как моя! Потому что это не какашка, это антистресс! Она же даже не пахнет, и, ну да, похожа немного на какашку! Можно использовать ее для пранков! Разыгрывать кого-нибудь, подкладывать ему, и он будет думать, что это какашка! Ладно, ребята, хватит так часто произносить слово какашка! А то мэджики подумают, что вам это нравится! Ладно, как-нибудь мы, да, разыграем кого-нибудь, а пока уберем какашечку! А нам и нравится говорить какашка! Вот именно, это же прикольное слово! Какашка! Так, все, ребят, хватит! Давайте лучше посмотрим, что в этой баночке! Фиолетовая какашка! Тоже какая-то говняшечка! Так, ну все, серьезно, ребят, ну хватит! Это не какашка! Может, это самодельный сквиз? Ну, это точно какая-то антистрессовая штука! Но она такая странная, правда, как самодельный поролон! Кажется, она тут ломается почему-то! Значит, ее можно попробовать разрезать! Ладно, раз уж она все равно треснула, разрежем ее по этой трещине! Так, ну что там? Эм, у нас получилось две половинки какого-то странного вещества! А внутри этого вещества еще и пенопластовые шарики! Да, но само вещество, правда, очень похоже на сквиш, на поролон, только самодельный! Самодельный! Интересно, правда, когда надавливаешь, эти поролоновые шарики почему-то вылазят из него! Видимо, потому что он все-таки сломался! Жаль, конечно! Но смешать его в одно вещество нельзя, значит, это не лизун и не жвачка! Это точно самодельный сквиз! Да, я думаю, ты права, Юмичу! Правда, он немножко медленнее восстанавливается, чем обычный! А еще у него внутри большие дырочки от этого пенопласта остаются! Но все равно прикольно кто-то постарался! Правда, у меня все руки от него в блесках и как будто в каком-то масле! Это все потому, что, Ань, ты не шаришь в гайваях! И ты рукожопик! Ты бы такое сделать не смогла! Я вообще-то вам тут помогаю, Юмичу! А если бы я очень уж захотела, я бы что-нибудь могла сделать! И все, я пошла! Кожешь еще одну штучку сделать? Что? Ну, извини, у нас тут есть шарик и баночка, как песочка! И что мне нужно с этим песочком сделать? Это не просто песок, это кинетический песок! Ой, а это что такое, ребята? Что это, киса-лис? Ты пока это не трогай! Мы потом покажем в другой раз эту крутую вещь! Ладно, как скажете! Так, беру ваш воздушный шарик, отрезаю от него горлышко! Что дальше? А дальше засунь туда кинетический песок! Сейчас попробую это сделать одним движением! Вот так вот! Надену шарик на баночку, переверну, а потом... И кто здесь, рукожопик, а я мечу! Я завязала шарик в узелок и получился тоже такой вот мини-антистресс, чтобы носить его с собой в кармане, да? Очень прикольная идея, а чья она? Это я придумала! Киса Алиса, все твои идеи антистрессов почему-то связаны с воздушными шариками! Потому что шарики, это прикольно! Ладно, ребят, мне пора сделать пост в наш инстаграм! И в ваш инстаграм! Так что вы там дальше сами разбирайтесь! Слышал, Иван? Да, слышал! Вау, что это был за звук? Кажется, кто-то идет! А кто может к нам идти, если Аня ушла в дорогу из комнаты? Непонятно! Что тут происходит вообще? Так, я пошла разбираться! Ребята, идите скорее, смотрите ролики на других каналах! И приходите на подшопдейс! Если я выздоровлю, там буду я! Ээээ, да, или Софи, или... Короче, увидимся! Пока!